В своем предыдущем видео топ-5 моих любимых однолетников я, друзья, незаслуженно обошла свою любимицу лобелию. И сегодняшнее мое видео практически все посвящено именно ей, а также будут рекомендации, как не стоит высаживать питонию. Здравствуйте, меня зовут Светлана и вы на моем канале Соцвета Светланы. Светение лобелей начинается в мае месяце и, друзья, продолжается до середины сентября. Все лето цветет очень декоративно, очень красиво. Вот я в предыдущих видео рассказывала об одном из моих любимцев, алисум и снежный ковер. Лобелию и алисум можно объединить в одном вазоне, дополнить питонии. Будет очень красивая, необычная, нежная, еще и пахнущая, благодаря алисуму, композиция. Лобелия является частью семейства колокольчиковых. Это растение встречается практически по всему миру, но гораздо чаще, конечно же, его увидите вы в субтропиках. Красные, желтые, белые цветы окружают нас везде. Их огромное количество. Зеленый цвет является практически доминантой. А вот голубых и синих цветов, увы, немного. И лобелия как раз одно из них. Нежное, очень деликатное растение. Когда планируешь свои цветники, когда высаживаешь цветы, создаешь композиции, и начинаешь понимать, что для сбалансированности в цветниках именно не хватает синего и голубого цвета, чтобы поддержать красивое голубое летнее небо. Вот именно из-за того, что лобелия имеет такой красивый небесный оттенок цветов, она и появилась под счастливым номером 6 в моем саду. Появилась и осталась, думаю, друзья, навсегда. Лобелию, друзья, я выращиваю сама из семян. Она достаточно хорошо прорастает. Проблем особых никогда у меня с ее выращиванием не было. Семена я высеваю в феврале месяце. Я вам покажу, как я это буду делать. Раньше я не вижу смысла высаживать ее, так как у меня ламп досвечивания нет. А на подоконнике, если высаживать ее в январе, естественного света недостаточно. Я вот уже покажу вам, что я подготовила к своим посевам. Я приобрела уже землю, приобрела таблеточки для высаживания петунии. В общем, весь процесс вам сниму и покажу. Вот, друзья, я уже заготовила торфяные таблеточки для высадки петунии. Очень мне нравится высаживать торфяные таблеточки. Практически стопроцентная скожесть. Замечательно растут. Очень удобно высаживать потом в грунт. Также вот такой я использую для посадки. Полеский субстрат для рассады. Нравится мне он. Рыхлый, замечательный. Хорошо в нем растет. И вот у меня семена... Помощница, выкладывай семена. Давай. Внученька у меня тут помогает. Видите, раскладывает. Семена петунии, лобелии. Вот это все мы колеуса. Все мы будем высаживать. Вот такие контейнеры пластиковые. Очень удобные для высаживания. Я их использую, раскладывая таблеточки или насыпаю субстрат. И уже тогда высыпаю, высеваю наши семена. Друзья, если вам нравится мое видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И жать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых видео. Все свое очарование лобелия проявит на ярком солнце. Но потребует регулярного полива. Особенно в жаркие дни. Особенно тогда, когда начинает солнышко уже интенсивно жарить летом. Лобелия будет необходим регулярный полив. Я лобелию высаживаю и в горшки, и в землю высаживаю. Горшочки подставляю цветнички. Высаживаю на горке. Вот ставлю вам фотографии. Посмотрите, как она выглядит. Как она вписывается в мои композиции. Выращивала я ее нескольких сортов. Но полюбилась мне все-таки лобелия голубая. Если проявить фантазию, лобелию можно высадить в форме такой речки или ручейка. Но при этом не забывайте регулярно поливать, чтобы внешний вид вашего ручейка или речки, которую вы создадите в своем цветничке, возможно, был декоративен даже в жару. А еще вы знаете, может с ней такое случиться, что на следующий год в том месте, где у вас стоял вазон или там, где у вас росла лобелия, вы обнаружите проросшие новые росточки лобелия. Ну, так бывает не всегда, друзья. Но бывает, что создадутся такие условия, что может она прорасти. И вы, кстати, можете совершенно спокойно этот росточек из этого места с комом земли выкопать и посадить или в горшочек, или в другое любое место, которое вам захочется, где будет красиво смотреться этот кустик лобелии. Синего цвета растения еще имеются в моем саду. Это дельфиниум, ириус, ирис и медуница. Ну, о них я сниму отдельное видео, а далее я вам расскажу о моем опыте выращивания петунии в высокой клумбе. Так вот, друзья, на просторах интернета, разыскивая всякую интересную информацию о цветниках, ну, именно на начальном своем этапе, когда я начинала создавать свой сад, создавать свои цветочные композиции, я нашла фото, на котором была изображена высокая клумба красивая, в которую были высажены петунии, которые росли очень красиво. Ну, в общем, клумба выглядела невероятно эффектно. И, естественно, мне начинающему садоводу захотелось воплотить эту идею у себя в саду. И мы с мужем вооружились прочитанным и поехали купили вот эту вот сетку. Муж ее свернул в два раза, чтобы конструкция была более жесткая. У себя мы нашли вот такую форму, в которую ставили эту сетку. Все это покрасили одним зеленым цветом, чтобы она вписывалась в сад и не выделялась из него. Внутрь этой конструкции вставили пластиковую трубу, в которой проделали дырочки. Наполнили всю эту конструкцию землей. Агроволокно закрепил муж черными хомутами, чтобы их не было видно. И, прорезав дырочки в агроволокне с разных сторон, я туда посадила свою петунию, которую сама вырастила. Петунию выбирала ампельные сорта, чтобы она, когда разрасталась, полностью закрыла эту конструкцию своими цветами. Ну и дальше мы начали, и мы в предвкушении вот этой красоты, начали ухаживать за этой высокой клумбой. И вот при первых же поливах я увидела сразу недостатки всей этой конструкции. О чем мне было, кстати, сказано в том рассказе, который описывал, рассказывал и показывал такую вот необыкновенно красивую петуниевую клумбу. Когда мы начали поливать водой, то есть всех дырочек, в которых росла петуния, у меня начала выливаться вода прямо вниз. Ну, зрелище, конечно, неэстетично, некрасиво. Эти потеки грязные. Кроме того, друзья, мы понимаем, пока петуния наберет массу, пока она вырастет, это пройдет, ну, минимум месяц. И вот представьте себе, в течение месяца вы наблюдаете вот эту вот картину, вот этого всего неопрятности, течет все. Ну, вот уже на этом этапе я поняла, что это не то, что мне хотелось бы. И не всегда то, что нам так красиво расписывают, на самом деле может быть действительно красиво. Свою высокую клумбу я вырастила. Конечно, я старалась и поливать ее, и следить за петунией, но, к сожалению, того эффекта, который я ожидала, я не получила. Кроме этого, в самый летний зной земля в этой конструкции очень быстро пересыхала. И, естественно, если ты живешь в доме, возможно, если ты живешь в доме, и у тебя такая стоит конструкция, ты можешь ей обеспечить постоянный полив. А если эта конструкция стоит у тебя на даче, куда ты приезжаешь не так часто, то, естественно, растения начинают страдать, потому что полив нерегулярный. Стоит эта конструкция на солнце, потому что петуния любит солнце. Ну, в общем, ребята, все эта затея мне не очень понравилась. Вот, друзья, можете увидеть, какой вид был у этой клумбы во время пика ее цветения. Ну, что я могу сказать? Я за эксперименты в своем саду, я их провожу все время. Не экспериментируя, мы не можем понять, что нам действительно нравится и что мы оставляем жить в нашем саду надолго. Я желаю вам, чтобы все ваши садовые эксперименты были удачными. Ставьте лайки, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых видео. Встретимся на моем канале соцвета Светланы. Субтитры сделал DimaTorzok